Конкурс «Автоледи-2012» собрал на этот раз почти полтора десятка очаровательных сотрудниц межмуниципального управления. Конечно, этот конкурс был приурочен к 8 марта, однако поблажек участникам жюри делать не собиралось. Прошу вас поздравить с Международным женским днём, пожелать вам здоровья, успехов. Ну и мы рады всегда на своей территории, уже как это получается традиция, второй год проводим здесь данные мероприятия, которые посвящаются Международному женскому дню, в котором, как говорится, вы принимаете все участие и скрашиваете, будем так говорить, наше подразделение своим присутствием. По сравнению с прошлым годом серьезно увеличилось количество конкурсных заданий. «Автоледи» должны были показать хорошие теоретические знания правил дорожного движения, правильно дорисовать знак, грамотно оказать первую помощь манекену Гоше, продемонстрировав хорошую теоретическую и практическую медицинскую подготовку. Также среди испытаний была стрельба по мишени из пистолета со специальным лазерным маркером. Последовавшая затем практическая часть конкурса состояла из трех этапов. Сначала жюри оценивало выдумку, с которой конкурсантки украсили свои любимые автомобили. Несмотря на довольно холодную погоду, в воздухе сразу почувствовалось дыхание весны. В ходе второго этапа «Автоледи» на время проезжали недлинный, но замысловатый маршрут, заканчивавшийся параллельной парковкой. При этом на крышу устанавливался стакан с незамерзающей жидкостью. Ее нужно было не уронив, довести до финиша. Третий этап показывал, насколько хорошо девушки знакомы с устройством своей машины. Конкурсантки должны были как можно быстрее долить незамерзающую жидкость в бачок омывателя лобового стекла. Умение в марте весьма актуальное. Очень сильные соперницы. Участвуют в этом году намного больше, чем в прошлом. В два раза больше народу. Все подготовились, все очень красивые. Всем желаю победы, удачи и не расстраиваться, если что-то не получилось. Ощущения замечательные. Настроение просто отличное. Позитивное, я бы так сказала. Мы, да, нацелены только на победу. Мы уже участвуем второй раз. Надеюсь, он будет не хуже, чем прошлый. Прекрасную подготовку продемонстрировали автоледи из отдела по делам несовершеннолетних. Сразу две из них, старшие лейтенанты полиции Екатерина Шарыкина и Мария Алексеева, заняли почетные второе и третье места. Ну а победителем на этот раз заслуженно стала капитан полиции Екатерина Герасименко, набравшая в общем зачете 58 очков. Цель непосредственно этого конкурса – это популяризировать, что женщины – это тоже такие же участники дорожного движения, как и мужчины, и что не нужно на них косо смотреть, что они также имеют полное право владеть автомобилем и полностью его управлять. И данный конкурс также в этом году, в данный момент сейчас, показал, что уровень наших сотрудниц, уровень наших автоледи, даже те, кто не занял призовые места, на уровне. То есть достойны уважения, так сказать. И есть кому брать пример даже с мужской стороны. Аналогичный областной конкурс пройдет 9 марта в Нарофоминском районе. Петр Горохов, Дмитрий Цебулевский, телекомпания «Одинцова».